Привет, Юля! Я слышал, что начался сезон концертов и спектаклей в кинотеатре «Искра». Так ли это? Здравствуй, Дима! Да, действительно, это так. О ближайшем мероприятии чуть позже. А по секрету тебе и нашим телезрителям я скажу, что звезды театров и эстрадных сцен почти каждые выходные будут нас радовать. Какие звезды? Следите за афишей! А в Международный день музыки в субботу, 1 октября, Музей-заповедник Горки-Ленинский приглашает на выступление солистов Оркестра Большого театра с программой «Наш гений», посвященной 110-летию музыкального гения, ставшим классиком при жизни Дмитрия Шостаковича. Произведение великого композитора в программе в двух отделениях. Начало концерта в 14.00. Билеты приобретайте в касте музея. Ледовый дворец Арктика объявляет старт нового сезона. 1 октября в 11.00 первенство Ленинского района по хоккею. Играют команды хоккейного клуба «Металлург» – город Видное и «Метака» – город Домодедово. Приходите поболеть за наших! В кинотеатре «Искра» состоится цирковой спектакль «Джейк и пираты Митландии» на острове Сокровищ. На этом удивительном представлении вы увидите новые приключения Джейка и его друзей на острове Сокровищ, где, конечно же, появится и злой капитан Крюк. Также вас порадуют наши удивительные друзья – хитромудрые обезьяны, юркие пронырливые хорьки и, конечно же, верные друзья – собачки. Джейк и пираты ждут вас 1 октября в 17.00. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра. С 1 по 2 октября в Ленинском районе на Поляне Слётов около Турбазы Григорчикова состоится 10-й открытый районный слёт молодых туристических семейных пар Ленинского района «Солнышко лесное». Начало регистрации участников пройдёт до 11 часов первого дня. По всем вопросам обращайтесь по телефону, который вы видите сейчас на экране. 2 октября в 14.00 в Историко-культурном центре состоится ретро-встреча памяти русского композитора Александра Алябьева, что мелькнуло и прошло. Вход свободный. Там же 4 октября, во вторник, пройдёт концерт «Мечты без границ» в исполнении актёра театра и кино эстрадного певца Дмитрия Мелса. Насладиться репертуаром песен Владимира Высоцкого, Юрия Антонова, Аллы Пугачёвой, Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева и других можно будет в 14.00. Вход свободный. Дима, я рассказала о мероприятиях выходных и даже затронула будний день. Не хочешь ли и ты рассказать о очень важном событии конца следующей недели? Юля, спасибо. Да, событие важное. На следующей неделе состоится 20-й фестиваль телекомпании Московской области «Братина». О чём подробно мы расскажем в понедельник и обязательно осветим его основные мероприятия.